Сонная апноэ – это расстройство сна, которое вызвано нерегулярным дыханием и внезапной остановкой дыхания во сне, что приводит к нарушению вентиляции легких. Сонная апноэ может быть центральным и обструктивным или совмещать два вида. Центральная апноэ сна заключается в том, что проблема находится в центральной нервной системе или в головном мозге, для которого характерно прекращение легочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. При этом апноэ продолжается несколько секунд даже после пробуждения, с чувством паники тем самым нарушая цикл сна. Центральная апноэ начинается с начального эпизода гиперпноэ, когда мозг посылает сигнал легким начать гипервентиляцию во время сна за счет увеличения частоты дыхания. Это учащенное дыхание вызывает гипокапнию, то есть снижение уровня углекислого газа в крови. Когда уровень углекислого газа падает ниже определенного уровня, мозг перестает подавать сигнал легким, вызывая апноэ. Это приводит к тому, что уровень углекислого газа снова повышается до нормального уровня, а затем, по мере того, сколько сохраняется апноэ, происходит накопление углекислого газа, что приводит к гиперкапнии. Высокий уровень углекислого газа снова вызывает эпизод гиперпноэ и цикл вновь повторяется. Абструктивная сонная апноэ наиболее распространенная форма. Она развивается при частичном или полном перекрытии верхних дыхательных путей во сне. В норме воздух проходит через нос в носоглотку, затем он попадает в гортаноглотку, откуда в гортань и далее в трахею. Абструкция может быть спровоцирована аллергенами, которые попадают в нос при дыхании и вызывают отек тканей носоглотки, или увеличенные миндалины или аденоиды при инфекционных болезнях. Или же наличие неправильного прикуса или ожирения могут приводить к блокировке верхних дыхательных путей из-за провисания мягкого нёба или же сдавления лишним весом дыхательных путей. Особенно ярко это выражено, когда человек спит, потому что ночью происходят гормональные изменения, которые вызывают расслабление мышц вокруг дыхательных путей. Это означает, что они не в полной мере способны поддерживать дыхательные пути открытыми, тем самым вызывая апноэ. Сонная апноэ проявляется громким храпом, нектуреей, то есть необходимостью просыпаться ночью для мочеиспускания, утренней головной болью, дневной сонливостью, а также нарушение концентрации внимания. Также при падении уровня кислорода появляется аритмия, а в средстве нарушения вентиляции лёгких возрастает риск возникновения сердечной недостаточности, лёгочной недостаточности, диабета, а также рака. В диагностике необходимо использовать опросник StopBank, с помощью которого определяется риск возникновения апноэ сна. Также проводится мониторинг сна с помощью полисомнографии, при которой регистрируется сатурация периферической крови кислородом, храп, дыхательные движения, электрокардиограмма, а также электроэнцефалограмма. Лечение начинается с отказа от алкоголя, табакокурения, а также применения седативных препаратов и антидепрессантов. Далее пациенту рекомендуют спать на боку и применение степаптерапии в долговременной перспективе. Для лечения обструктивного апноэ используют специально изготовленные капы для сна для поддержания нижней челюсти или рекомендуется оперативное лечение, которое заключается в удалении миндалин или глант.